Всем привет, друзья! С вами Вадим 2К Заяц, что ли. Мы играем в Зайцы и Волки. Это что-то типа кроликов и овец. Так, колодцами надо обстраиваться, получается. Репка. Да, репка растёт. Ещё одна. Причём тут, смотрите, прикольно, показано... Ой, как надо строить. Я не попал. Постройка завершена, постройка завершена. Вот, довольно забавно. То есть нам сразу показывается, как надо защищаться. А это карта Капипаст Мыши против Котамыша, короче. Ну, то есть посмотрим, насколько хорошо она сделана. То есть должно быть добавлено что-то значительное и интересное. То есть не просто Капипаст, а что-то клёвое. Ну, а, так сказать, заяцы любят сходство. Страшный заяц. Это просто ужас. Да, такой заяц. То есть, смотрите, дерево, видимо, это вот морковка. Так, рынок. Надо понять, как добывать. Приватный рынок. Для его добычи они монополизируют рынки. Ну, понятно. То есть, вот... Ну, алё. А, понятно. Это как у андедов. Хорошо. И ещё строймонет. А зайца разные тоже? Ну, вообще, по идее, мыши были одинаковые. Так. Нора. Нора. Ну, понятно. Нам нужна нора. Копаем нору. Улучшаются ли стены? Мне это не надо. Уничтожение зданий. Затраченные деньги. Хорошо. Мы уже застроились. И... Ребята... Ларик. Ларик. Шалун. Крошер. И так далее. Пытаются ломать стены. Но так же, как и в Котамыше, стены, я так понял, здесь фиг сломаешь. Схаймиться. О, смотрите. Халявный рудник. Я должен его приватизировать. Давайте вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Раз тут никого нет. Пока тут никого нет, надо, в общем-то... Блин, денег нет. Мулачка не рядом. Куда идти? Вот этому нижнюю оккупирователю вершнюю. Так, главное не отдаться. Заяц умер благодаря фокусник. Благодаря. Так, ну пока... Как бы я не знаю. Пока я особых отличий от Котамыша не вижу. Но прикольно, что вот так вот показаны границы. То есть, типа, прикольно, если бы это бы отключалось... Включалось модом. То есть, типа, ну, мод какой-то выбираешь. И, ну, то есть, новичков. И вот так вот все показано. А, типа, выключаешь. Ну, то есть, профессиональным игрокам в эту карту, если такие когда-то появятся, конечно, это будет очень удобно. Так, ну что, продолжаем добывать подслушников. Постройка завершена, постройка завершена. Ну, наверное, надо было нижнюю штуку огораживать, потому что тем самым... Ну, тем самым вы поняли, да? Я бы нижнюю штуку прикрыл. Зайцы дохнут, как кролики. Точнее, они должны размножаться, как кролики. Так, надо монополизировать рынок. Но пока мне нравится, что здесь написано. Автор карты очень много что-то спамил туда-сюда, гнал на людей в комментах, еще что-то. То есть, создало себе максимально негативное впечатление. Но, тем не менее, я постараюсь беспристрастно оценить его карту. Ну, потому что, реально, что-то в комментах там что-то кого-то гнобил, еще что-то. О! Халява, народ. Смотрите, смотрите, змейка. Чуды вещь. Блин, мне нужна башенка. Но для начала мне нужно монополизировать еще один рынок. Ну, вообще, на самом деле, у меня есть еще лимит. Ой, идет кайс-то. О! Монополизируем рынки. Заходим вглубь. Но, вообще, на самом деле, хорошо вот так все стенами там застроить. И... Так, башенка нужна. Нужна башенка. Он сейчас будет все портить. Так, давайте найдем башню для начала. Нора. Нора не то. Где башня-то? Обсерватория, убежище. Надо еще, кстати, как-то морковку добывать. Мелкая разновидность. Можешь атаковать наземные цели. Так, как строить башню? Основа для башни. То есть, для башни нужна основа. А она стоит лимит. Она тоже стоит лимит. Блин, они тут задолбались. Поселились тут нафиг. Ну, тогда строим основу для башни. И продолжает строить послушников. Они не стоят лимита, что круто. Ну и надо какую-нибудь башенку влепить. Ай, опять! Такая способна обстреливать летающих юнитов. Такая башня. Угу. Так, ну надо подготовиться, наверное, к летающим юнитам. Эти чуваки не отстали тут. Ну ладно, я больше трех рубников, наверное, захватывать-то не буду. Здесь, блин, гады меня атакуют послушников. Но атакуют они очень вяло, поэтому, в принципе, не страшно. Так, надо добывать морковку. Текс. В морковном амбаре. Ну, понятно, можно дальше не читать. Текс. Ага, морковный амбар. Ну, пока, как бы, выглядит все довольно прикольно. Блин, надо было отводить, чувачка. Главное, что сюда не подойти. То есть, мне не построить особо ничего. Даню, что величезно. Где прольется моя... Блин. За парненько. Завершено. С другой стороны, мы не даем ему голд. Где прольется моя... Практически. Жизнь. Ладно, очередь большая. Так, отсюда этот морковный амбар-то кто-нибудь будет. Ну, понятно. Короче, меня выкурили с этого... Так, заяц-добытчик. О, сколько у меня денег. Так. Противопехотная башня. Ой, приперлись. Приперлись, гады. А где мы... Ой, тут... Я раненый, заяц. Нет, не я. Так, надо построить ПВО. Для этого надо построить основу для башни. Денег у меня много. Это зашибись. О, вроде почти отстали. Так, надо построить здесь основу для башни. И когда змейка перестанет жить, надо построить... Блин, ну, запаривали. Что-то они тут прям реально как будто поселились. Так. Ага. Все, можно строить снова для башни. И сразу назад. Так. И можно выводить сюда послушников. Жизнь из постройки завершена. Так. Одного строим. На город наших ратиц напали враги. Ммм, крольки, кстати, андены. Первый уровень. Начальный залог для дальнейшего улучшения инкома. Интересная тема. Залог. Инком под залог. Это его выпускают под залог? А, это 150 морковины. Так, давайте построим еще здесь тогда морково-собирательную амбарину. Так, уйдем. Главное у края не стоять, конечно. А с кольцами надо было моркови. Так, этот гадин он тут свою змейку поставил. 150. Уже есть. Уже есть, отлично. Так. Увеличивает инком до второго уровня. То есть все так, кролики должны строиться над стопом. А здесь... О, это уже противопехотная башня максимального похода уровня. Так. Ага. Ну, давайте построим... Ух, гадина, нашел. Ага, она не достает. Забавно. Так, давайте построим здесь еще одну противопехотную башню. И все-таки воткнем ПВО башню. Ее не обязательно делать у края. Блин, я вот его боюсь. Возможно, не зря. Так, и все, и уходим. Уходим. Так. Угу. Тройка завершена. Такс. Делаем противовоздушную башню. Три лимита живет целых. Так. Одного рабочего мне не хватает. Видимо, его спилили все-таки. Что-то мне не нравится вот тут их копошение такое. Оооо. А эти чуваки чинить умеют? Видимо, умеют. Так. Ну, там вальше кричит. Это предначально. Я проведу за мое кровь. Так. Ну что, обычные рабочие все починят. Проблем нету. Ооо. Здесь пытались кролика завалить. О, лимит на стены пропал. Ёшкин кот. Так. Понятно. Мат в карте. Ну, автор, конечно, создал такое, да, вообще впечатление. Какой-то человек там что-то написал в комментах. Это что-то на него гнать начал. Еще что-то. В эфире телепередачи Орг Миллионер. Сегодня мы разыграем 500 рублей. Угу. Пошло типа отличие, видимо. Так, так, так. То есть случайному игроку, что ли, дадут? Ну, алло, алло. Заставка затянулась. Мне ваши 500 рублей не так нужны. У меня денег там вообще дофигища. Ой, а, кстати, там вроде кроликов не строил с амбар. Блин, ну реально что-то затянулся этот вот, как бы, этот вопросительный знак. Но он вроде замедляется. Оп, 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 оп. Подсказка. Передача ресурсов разрешена. Что это такое? Игроку под номером 11. Но это не я. Так, а я забыл построить кроликов. Исследование завершено. Так, мне надо еще аккуратненько построить башню. Ух, кроликов как-то у меня наплодилось. Блин, а аккуратненько это вот так. Не, ну, блин, слушайте, тут прям... Четверо. Так, ломаем. А, нет, трое я один пришел. Так, лепушка какая-то бегает. Так, быть другом. Ага. Ну что, морковный амбар, морковки дофигища. Денег много, надо строить боевой лагерь. Орков-космонавтов. Воу, фермы. А, 10 лимита, ешкин кот. То есть я сейчас могу, получается, сломать свою стену? На город наших братьев. И построить ее снова, да? А, нет, лимит на стены снят. А где был лимит на стену? Его же не было больше. Чувачки, короче, нашли какое-то место, с которого могут обстрелить моего рабочего. Очень круто. Спортные такие волки. Вот, да, под наволки. Так, ну что, кроликов много, инком качается. Ну, он добавил в карту инком. Так, блин, не хватает лимита. То есть надо снести две стены. Это автовин. Какие две стены мне не нужны? Есть какие-то ненужные стены? Вот ненужная стена. Так, еще одна ненужная стена. На город наших братьев напали враги. Не знаю даже. А вот эта вот тут стена внутри стены какая-то. Какая? Где? Ну, вот эта. Это же не мое. А если ты что-то берешь свое, то будет дыра, да? Ну, если я сломаю свое, сделаю, да, то стены не будет. Так, еще одно яйцо. Так, давайте... А, башен я не могу. Блипоинт лимита не хватает. Ну, ладно, сейчас хотя бы буду строить... Так, кролики, кролики, кролики. Постройка завершена. Деньги, деньги, деньги. Так. А, блин, эти чуваки стоят лимита. Блин, ну, видимо, придется продавать. Продавать стены. Ну, то есть, делать оборону единым эшелоном. От этого чувачка, я не знаю, стоит ли... Если он просто, он может, понимаете, отдаться, и тогда будет очень... Очень-очень. Что-то там опять жарить пытаются. Нет, испугался, отменил, лол, забавно. Оу-оу, крошер! Застраивайся обратно. Блин, 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 блин. А лимита-то нет особо. Блин, он уже здесь... Телепортируется на... Застраивайся теперь чем-нибудь. Аааа! Ё-моё, я меня захексили. Ноу! Ноу! Всё рухнуло! Вся наша империя была опущена на дно. Блин, ну плохо. Заяц умер благодаря фокусник. Фокусник всё тут фокусит. Ого, даёт волкам пиццу золота и освобождает вас. Забавно. Вы появляетесь на центре. На город наших братьев напали враги. Офигеть, конечно, меня поместили. Прям рядом с красным там щекаком. Зато лимит нитро этот не нужен. Так, боевой лагерь. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Застраиваться, что-нибудь делать. О! Офигеть! Невидимая хрень пришла. Ой-ой, так. О, мышка, мышка-спасишка. Заяц, ты что нас не спасаешь? Алло. Здесь вон коты добывают. Ну или волки. Ладно, извините, волки. О, такая же штука. Оберег, да. Ну то есть, видимо, изменения в основном прошли у кроликов. Им поменяли модели зданий. Так, здесь чувачка, походу, запилили. А, не, я просто карту не вижу. Так, не-не-не, остался вон фиол. То есть, или что, зелёный-то жив? Видимо, не жив, судя по обломкам. Остался наша надежда. Фиол. Я могу выкупиться, конечно. Но, блин, там опять какая-нибудь невидимая хрень придёт и убьёт меня. Да, жёстко. Ну то есть, блин, не хватает, дико не хватает лимита. Я не реализовал свои ресурсы. Надо было строить вот всяких вот дикорезов. Кстати, деньги у меня-то капают. Инком-то я качнул. А зданий для лимита нету, да? Да, видимо, нету, наверное, не знаю. Я не успел все здания освоить. Это игра, где ты живёшь в постоянном страхе. Мне не очень нравятся такие игры, что, ну, как бы один удар и всё испорчено. Так, ну, понятно, минус. Ещё один. Не-не-не, живёт, но за его голову объявлена награда. Просто волки... А, убегай, убегай, зайчик. Заяц блинкается. Прячься в нашей... Прячься в морковке. Ой-ой-ой, кроша такой, опа. Не заметил кроша? Нет, заметил. Благодаря крошам. Так. Спасибо, кроша. И фиолетовый, фиолетовый с двумя пешелонами стен, да, пытается вот это... Вот, наверное, сильно пожадничал, что ли, вначале. И застроил себе громенную территорию. Так нет, всё нормально. А, типа с лимита. На стены? На стены. Ну, я потом же стены продал, а как бы... Ну, да, но... А у меня блинка нет. Наверное, не должна была такая большая территория. Стойте годы. О, ты выкладывался. Да. Застраивай себе уголок. Благодаря кубольт. Опять этот чертов кубольт. Ну, всё, я так понял, это конец, да? Что там у нас ещё есть? Ну, как бы есть какие-то вялые попытки, но... Вопрос только в том моменте, когда обнаружат фиолетового. Смотри-ка, отстраиваются все активно. Отстраиваются потихонечку. Но это... Это временно. Не, ну это не то, короче. Но этого уже спалили. Живёт пока фиолетовый за счёт того, что походу его не видят. Ну, то есть... Они должны видеть вон их рабочие. Ну да, видимо, просто внимания не хватает. Надо было раньше, конечно. Ну и, блин, распилили стену, не могли распилить. Потом взяли, распилили, гады. И вот именно, кстати, в тот момент, когда я, блин, стены продал внутренние. Они же, небось, там кучу энергии потратили на распиливание этой стены. Вообще надо, этот, пожаднее было стены ставить. То есть, как-то вот так вот. Ну, то есть, да, конечно, они могли бить моих рабочих, но они и так могли бить моих рабочих. Да, это ГГ. Заканчиваем. Ну, в общем, что я могу сказать? Я не раскрыл лейт этой карты, поэтому сложно судить. Но пока это Котомыш с матами, что ли? С матами. С матами. Вот. Ну, я не знаю. Пишите своё мнение в комментах. Этот на Ютубе есть замечательное голосование. Наверное, Никита его прикрутит. Так что вы можете голосовать. Что вам, как вам? Ну и, конечно, рекомендую посмотреть любое моё видео по карте Котомыш. Там Коты, что-нибудь такое в названии, чтобы, ну, просто сравнить, чтобы понимать, что было сделано новое. Ну, то есть, чтобы не от нуля сравнивать, а вот того, с чего эта карта бралась, скажем так. Ладно, всем счастливо, всем пока.